И снова избили женщину. На этот раз психолога на Светлану Башко напали во дворе ее дома. Когда она потеряла сознание, мужчина стал добивать ее ногой в лицо. Но с женщину полностью раздроблен. Ей потребуется несколько пластических операций. А вот обидчика ее задержали, но потом отпустили. Почему так произошло, выяснял Аскар Мендебаев. Нападение произошло внезапно в половину десятого вечера. Светлана заехала в свой частный дом. Из-за угла на нее напал неизвестный мужчина. Позже выяснилось, что он таксист. Он начал наносить удары кулаком, а потом уже и кастетом. Лицо избито до неузнаваемости. Сейчас у женщины смещение челюсти, черепно-мозговая травма и раздроблен нос. На днях она перенесла тяжелую операцию. В больницу журналистов не пускают. Женщина вышла с нами на видеосвязь. Дошли, кто это сделал. Я опоздала. Его отпустили по закону, потому что наш закон гласит, что не убили. Если бы убили, был бы другой разговор. Если бы он что-то успел взять, да он не успел взять, потому что его спугнули соседи. Дивой, можно сказать, душераздирающий крик. Избивал очень жестоко, и он отпущен. Родственники Светланы уверены, что это кто-то сделал специально, будто намеренно били ее по лицу. Сама Светлана Башко – известный психолог, популярна в своей стране и за рубежом. Проводит тренинги. Кому могла навредить Светлана, родственники только гадают. Нападение было произведено с особой жестокостью. При этом сама психолог своего мучителя видела впервые в жизни. Самое интересное, этот человек в данный момент на свободе жалуется дочь. Ничего не украл. Была машина с ключами открытая, да, он мог спокойно сесть и уехать на этой машине. Была сумка с деньгами, был телефон в руке, но он ничего не взял. У нас такое ощущение, что он просто хотел изувечить лицо, так как Светлана – публичная личность. Тем временем полицейские на камеру ситуацию не комментируют. Позже стало известно, что проводятся дополнительные следственные действия. После проведения необходимых экспертиз мужчине назначат меру пресечения. И еще один факт. Нападавший на психолога не тронул ни сумку, ни деньги, которые были при женщине. Впрочем, истинную цель визита прояснит следствие. Оскар Мендебаев, Рената Булхаиров, Информбюро Алматы.